Здравствуйте, дорогие ребята, преподаватели, юторы! Торжественное заседание, посвященное началу занятий в физмошколе, является открытым! КОНЕЦ КОНЕЦ Дорогие ребята, у нас сегодня 1 сентября по старому стилю. АПЛОДИСМЕНТЫ Это тоже день знаний. Еще издревле 1 сентября, это было начало года, настоящего года здесь. Поэтому Новый Год всегда начинается на самом-то деле 1 сентября. Новый Год – это новая жизнь. Многие из вас приехали, это у вас точно новая жизнь. Кто-то по нам соскучился, уже долго сидели на этом дистанте. Мы пока здесь вместе, наконец-то! Это здорово! Когда начинается новая жизнь, всегда думаешь, вот теперь-то я начну учиться! Вот теперь-то я как нас начну работать! Так вы почните! Давайте! С праздником, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас разрешите предоставить слово ректору Новосибирского государственного университета академику Михаилу Петровичу Федоруку. Пожалуйста! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие ребята и немногочисленные уважаемые взрослые, которые здесь присутствуют, я, конечно, искренне от всей души поздравляю вас с занятием, с началом, вернее, занятий в физмат-школе. Конечно, мы хотели этого сделать 1 сентября, как обычно традиционно у нас бывает, но вот так получилось, что с сегодняшнего дня начинается занятие, конечно, для многих поступивших это особенный год, потому что в этом году исполняется 120 лет со дня рождения основателя Академгородка, Новосибирского университета и физмат-школы нашей Михаила Алексеевича Лаврентьева и по одной из версий, по одной из версий, я недавно услышал новую версию, одним из самых главных итогов своей жизни Михаил Алексеевич, конечно же, считал основание физмат-школы и действительно это и для нас очень важная часть нашей жизни, часть образования здесь, в Новосибирске, в Новосибирском Академгородке, потому что мы всегда рассчитываем и надеемся, что физмат-школьники составят боевой отряд новых ученых в Новосибирском Академгородке. Это можно плодотворно сделать, только став студентом Новосибирского университета, потому что если вы хотите заниматься наукой, то лучшего места, чем Новосибирский Академгородок, нет. Сейчас тут будет строиться самое мощное в стране «Мегасайенс», «Сибирский кольцевой источник фотонов», и, конечно, там очень пригодятся ваши умения, знания, руки, и мы, конечно, надеемся на вас очень сильно. Хотя иногда эти надежды, может быть, не в полной мере оправдываются, но мы все равно вас любим, мы о вас заботимся. Те, кто вновь приехал, уже побывали, наверное, на... А, они еще были на дистанции... Так вы их и не кормите, что ли? А, ну вот я про это говорю, потому что мы подарили в конце, ну, в прошлом году, но и в этом году новую отремонтированную столовую вы едите, по-моему, шесть раз в день, да? Едите очень много, пока пять, но вы, вас будут кормить шесть, шесть раз в день, и я иногда шучу, что наши физмоншкольники только едят и спят. Но на самом деле перед вами предстоит очень напряженная учеба, и для того, чтобы действительно поступить в физмоншколу так же, как и наш университет, гораздо проще, чем учиться. И поэтому я вас сразу настраиваю на такой рабочий лад. Конечно, школьная жизнь, это и школьная жизнь, но у нас очень напряженная учеба. С другой стороны, безусловно, за эти... Сколько уже лет? 57 лет, да, из стен физмоншколы вышло более 15 тысяч выпускников, и, конечно, у них замечательные показатели. 500 с лишним докторов наук, и 12 членов Российской Академии наук, и каждый четвертый стал кандидатом наук. То есть у вас прекрасные возможности и траектории. Поэтому я вас поздравляю с началом учебного года. Желаю вам хорошо учиться, быть здоровыми, ну и сполна получить тут все, что вы задумали, что есть в ваших планах. Поздравляю! Спасибо, Михаил Петрович. А сейчас разрешите предоставить слово руководителю 10-11-х двухгодичных и 11-х трехгодичных Владимиру Валерьевичу Петрову. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые ребята, здравствуйте, уважаемые коллеги. Ребята, я всех поздравляю с тем, что мы наконец-то начали. Хоть и по старому стилю, у нас 1 сентября наступило, никуда нам от этого не деться. Я вас поздравляю с тем, что вы первые, все, кто здесь сидят, вы первые. Почему? Вы первые, кто прошли дистанционную линию школы, вы первые, кто дистанционно поступили в ФМШ, и вы первые, и те, кто продолжают, те, кто только что начал, вы первые, кто начинает учиться по старому стилю, сейчас, в 2020 году. Вы чувствуете, вы вошли в историю, да? Вы не просто созерцаете, как она творится, вы участники этих исторических событий, вы западываете и продолжаете славные традиции ФМШ. У вас здесь масса возможностей. Не стесняйтесь, развивайтесь, используйте все по максимуму. Оставьте свои следы в истории. Причем эти следы, я призываю вас оставлять не на проторенных дорожках, не нужны проторенные пути, там вы ничего нового не найдете. Идите какими-то новыми, неизведанными путями, идите в будущее. Ребята, я желаю вам закончить ФМШ в том же составе, в котором вы сейчас здесь находитесь, в том же составе, в котором вы получили, выступили. Мы, конечно же, потом тем же самым составом дорожное перейти в соседний корпус Новосибирского государственного университета. С праздником ФМШ! Спасибо, Владимир Валерьевич. А сейчас разрешите предоставить слово руководителю девятых и десятых трехгодичных и одиннадцатых одногодичных Натальи Валерьевны Гришновой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги и наши замечательные школьники. Поздравляем вас с началом нового учебного года. Дорогие друзья, особые слова хочется сказать нашим новичкам. Вы выбрали отличную школу с богатой историей и традицией. Возможно, вы прошли испытания, конкурсы. И, возможно, многие из вас подумают, ну, все уже позади. Но на самом деле это не так. Все только начинается. И сегодня начало вашего нового пути, пройдя который вы станете великими учеными, инженерами, промышленниками. Может быть, даже кто-то из вас станет президентом России. И я искренне желаю вам трудолюбия, выносливости, терпения. Будьте открыты, добросердечны, любите и будьте любимы. Цените дружбу, творите, пройдите все испытания, сохранив достоинство. А главное, помните о своих родителях. Ведь благодаря им, их участию, пониманию, огромной любви к вам, вы сегодня здесь. Берегите себя и своих близких. И пусть удача сопутствует вам во всем. С праздником! А сейчас музыкально-литературная композиция 11 классов. Пожалуйста. Не париться по всяким пустякам. Ценить друзей и каждое мгновение. И как Москва не верила слезам. Не верить в неудачи, поражения. Пускай ты обессилел и устал, и получил упрек, что не заслужен. Не париться по всяким пустякам. Вот тот совет, который тебе нужен. Не париться по всяким пустякам. Не спать на людей всех сюда попали к великам. И от того, что не учишься, не мучиться. На счет жизни, что бедных, чем получится. Не париться по пустякам. Не проходить столовую без пропуска. Если кругы экзаменов получены. Будь уверены, что все получится. Я не получаю учиться, все как в первый раз. Новые люди, новые на самом деле, кругом, как голова. Ну вот, уже вокруг все станешь, на самом деле здесь живешь. А вечером с соседями устроишь, как ты видишь. Ветер че от лопа, кто в полу не выпал. Поверь, просто дождь, зарядку отменились. Вот бы поскорее здесь поспать, завтра здесь потом. Что такое написать? Научиться бы не париться по пусть векам. И вот бы лишь десятку на зарядке нам. И с малышками, и со землой не учиться. Не знать, чтоб получить веро, получится. Научиться бы не париться по пусть векам. Не разносить, давай с кровати по утрам. Ведь в маме каждый день не поправится. И чтобы с вами звон опять не справился. Папара-папам. 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 И ты всё-всё-всё вон! Сама с собой носит. Спать на лекциях. А, впрочем, дальше номер наш Смотри. Советы для начинающих омылшат. Самое время прийти в общагу. После 10 часов вечера общежитие закрывается. Будь внимательным и следи за временем. Отлично убирался весь месяц? Можешь отрезать кусочек вкуснейшего пирога. Зачем нужно убираться на генеральной уборке? Лучше, быстро, дамочек. Если во время генеральной уборки ты решил отдохнуть, то потом ты будешь убираться дополнительно. Я сегодня на завтрак, второй завтрак и ужин. А почему на обед и сходил? А сейчас время второго ужина, ну, как быстро. Не забывайте рассказать своему воспитателю о том, сколько раз вы сегодня кушали. Играть в азартные игры строго запрещено. Здравствуйте, я встала. Не забывайте сказать, что вы проснулись дежурному воспитателю. Здравствуйте, я встала. Чуч. Здравствуйте, я встала. Отлично. На парк. На уроке ОБЖ надевайте носки подлиннее и только русский текстиль. Уходя за пределы Академгородка, не забывайте отметиться в соответствующем журнале. При заказе еды в общежитии обязательно угостите вахтерцу. Если не хотите знать, что такое дирекция, не сидите рядом с человеком противоположного пола. Если вы хотите пойти в душ, нужно обязательно записаться в соответствующем журнале. А если вы решили спать после отбоя, то вас ждет объяснительное. Ооо, это прям... Ооо, это да. Ооо, это да. Вот это я прочитаю. Спорт это же. Ну а теперь, как всегда, когда начинается Новый год, звучит первый звонок. И в этом году эта почетная обязанность предоставляется Екатерине Кулякиной, если я правильно прочитал, 11-2 класс. Пожалуйста. На встречу яркому и солнечному лету Приходит дева осень, Тихо, не спеша. И в замке замелькали силуэты, На бал осенний всех зовет она. И в тихом вальсе Кружится природа, Все замерло и смотрит, Не дыша. Как пары сквозь лазурь небесной гущей Летят под птичьих клинов голосами. Летят под птичьих клинов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А на этом наше мероприятие Подошло к концу. И мы бы еще раз хотели вас поздравить С началом учебного года. Субтитры создавал DimaTorzok А наше мероприятие